Продолжение следует... Правильно, погода. Тема урока «Как погода влияет на жизнь человека?» На сегодняшнем уроке вы узнаете, как жизнь человека зависит от погоды. Вспомните пройденный материал и ответьте на вопрос «Что такое погода?» Погода – это состояние воздуха в данное время, в данном месте. Когда говорят о погоде, то уточняют температуру воздуха, скорость ветра, есть ли облака на небе, идут ли осадки. Откройте учебник на странице 81. Почему дети по-разному одеты? От чего это зависит? Погода может быть теплой или холодной, сухой или дождливой, ветреной или спокойной. Все эти изменения вызваны состоянием воздуха вокруг Земли. Температуру воздуха измеряют термометром. Ученые ведут постоянные наблюдения за погодой. Они составляют прогноз погоды на несколько дней и недель вперед. Погода влияет на жизнь и здоровье человека, на его хозяйственную деятельность. Что происходит, когда выпадает большое количество осадков, причем за довольно короткий отрезок времени или наступает оттепель в разгар зимы? Возникает катастрофическая ситуация. От избытка воды гибнет скот, уничтожаются дома и посевы. Из-за неблагоприятных условий погоды могут отменить авиарейсы и занятия в школе. Климат и здоровье человека также взаимосвязаны. Погодно-климатические условия не просто сопровождают нас по жизни, но и интенсивно влияют на самочувствие людей, способны улучшать или ухудшать состояние здоровья. На нас воздействуют все климатические факторы и их сочетания. Пониженная температура опасна для здоровья, а она способна вызывать переохлаждение организма, обморожение, приводит к возникновению простудных заболеваний. Хотя легкий морозец в солнечную и безветренную погоду дарит нам положительные эмоции. Такой климат для человека приносит только пользу. Солнце – это источник жизни. Оно способствует существованию живых организмов на планете Земля. Для человека солнечный свет приносит огромную пользу, повышает иммунитет, укрепляет здоровье. Но не стоит слишком увлекаться солнечными ваннами. Чрезмерное нахождение под прямыми лучами солнца способно вызвать тепловые удары и ожоги кожи. Погода играет важную роль в сельском хозяйстве. Тепло, влага, свет оказывают влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений, формирование урожая, проведение полевых работ. Неблагоприятные погодные условия, напротив, наносят вред сельскохозяйственным культурам. Засуха – длительный период с малым количеством осадков и высокими температурами. Климат Казахстана в целом отличается засушливостью. Особенно жарко летом на юге. Поверхность песка очень нагревается. В течение последних 20 лет в Казахстане сильная засуха наблюдалась 4 раза. Возникновение пыльной бури, переноса большого количества почвы или песка находится в прямой зависимости от скорости ветра и характера почвенного покрова. Пыльные бури, сдувая частицы почвы, обнажают корни растений и этим причиняют большой вред сельскому хозяйству. Количество дней с пыльными бурями в степной зоне Казахстана составляет в среднем 20-38 дней в год. В пустынях юга республики и в районе озера Балхаш пыльные бури продолжаются 55-60 дней. На юго-востоке и востоке, в горах республики, пыльных бурь почти не бывает, потому что поверхность этих зон каменистая и глинистая. К неблагоприятным условиям также относятся заморозки. Они обычно наблюдаются в конце весны, в начале осени, на севере, иногда и в летнее время. Зимой температура воздуха резко понижается, что приводит к промерзанию верхних слоев почвы. Заморозки причиняют большой вред посевам, садовым культурам. Заморозки чаще случаются в северных и центральных регионах Казахстана. Распределите утверждение на странице 82 по двум колонкам. Сделайте выводы. Проверим. Положительное воздействие погоды на жизнь человека. Это ясная теплая погода, улучшение самочувствия человека. Осадки и тепло, выращивание культурных растений. Отрицательное воздействие погоды на жизнь человека. Сырая холодная погода, простудные заболевания. Облачная и туманная погода, задержка рейсов самолетов. Снегопад и метель, остановка транспорта на дорогах. Засушливая погода, плохой урожай. Подумайте. Для людей каких профессий важно знать прогноз погоды на завтра. Почему? Рассмотрим несколько таких профессий. Летчики. Чтобы полет прошел безопасно, необходимо иметь представление об облачности, ветре, осадках, снежных и пыльных бурях, в луканическом пепле, тумане, смоге. Обо всех явлениях, влияющих на видимость. Моряки. Здесь причины аналогичны. Для навигации на море необходимы сведения о ветрах, штормах, осадках. Сельскохозяйственные работники. Мороз и дождь могут сильно испортить урожай. Многие культуры – картофель, лук, морковь, зерновые – лучше собирать в сухую погоду для их дальнейшего сохранения. Водители. Своевременная информация о тумане или гололеде на пути следования может послужить причиной переноса рейса. Спасатели. Чтобы эвакуировать пострадавших от стихии и не стать ее жертвами самим, нужно знать все о предстоящих природных явлениях. Для того, чтобы понять, как вы усвоили материал урока, предлагаю вам ответить на вопросы по теме. Состояние воздуха в данное время, в данном месте, называется погодой. Изменения погоды вызваны состоянием воздуха вокруг Земли. Температуру воздуха измеряют термометром. Климат и здоровье человека. Также взаимосвязаны. Погодно-климатические условия не просто сопровождают нас по жизни, но и интенсивно влияют на самочувствие людей, способны улучшать или ухудшать состояние здоровья. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы узнали, что погода может быть теплой или холодной, сухой или дождливой, ветреной или спокойной. Изменения погоды вызваны состоянием воздуха вокруг Земли. Погода влияет на жизнь и здоровье человека, на его хозяйственную деятельность. После урока вам предстоит самостоятельно прочитать материал на страницах 81-82. Из разных источников – интернет, дополнительная литература – узнайте, какие существуют народные приметы о перемене погоды. Оцените свои достижения на уроке, используя лесенку успеха. На каком уровне вы сегодня? Все ли вам было понятно? Какие сложности возникали? Наш урок подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok